Добрый день, уважаемые ребята! Сегодня у нас третья тема, третье занятие по теме чрезвычайной ситуации социального характера и защиты от них. Посмотрите внимательно на данную таблицу, как мы воспринимаем мир, сенсорная система человека. И поэтому наше восприятие основано на зрительной, слуховой, тактильной, температурной, болевая, вестибулярный аппарат, обонятельная, вкусовая. И через данные системы мы можем обнаруживать опасности, угрозы, касаясь именно вопросов безопасности человека. На нашем занятии мы будем говорить об чрезвычайных ситуациях социального характера и, соответственно, мы не можем не разобрать с вами понятие социального аспекта. Что это значит? В широком значении это все направления обеспечения безопасности, связанные с природой, техникой, экологией и человеком. С точки зрения безопасности жизнедеятельности можно назвать социальной, общественной безопасностью. Вместе с тем особо выделяют социальные аспекты безопасности жизнедеятельности в узком значении. То есть речь идет о защите личности, семьи, общества и государства. Вы, наверное, уже многие, кто занимается, уяснили, что основные понятия и понимание определения безопасности жизнедеятельности они вращаются вот вокруг фактических трех столбов. Личности, общества и государства. То есть это является для нас первичным. Основные положения дисциплины безопасности жизнедеятельности. Человек живет и действует в условиях перманентных, постоянно изменяющихся потенциальных опасностей. Из чего следует, что любая деятельность человека потенциально опасна. Реализуясь в пространстве и во времени опасности, угрожают и человеку, и обществу, и государству. Поэтому профилактика опасности и защита от них актуальнейшая гуманитарная и социальная проблема, в решении которой должно быть заинтересовано и государство, и общество, и непосредственно каждый человек. Третье. Безопасность – это приемлемый риск. Так как абсолютной безопасности не бывает, не существует, а поскольку всегда существует некоторый остаточный риск. Исходя из этого, под безопасностью понимают такой уровень опасности, с которым можно смириться. Ну, для примера приведу. Если человек водит машину безопасно и нарушает правила дорожного движения, но это не значит, что он не может не попасть в аварию. То есть в тех случаях, когда наоборот, наоборот, какой-либо водитель на другом автомобиле при тех или иных обстоятельствах, допустим, потерял сознание, или у него отказали там тормоза на транспортном средстве, и есть потенциальный риск, что человек может пострадать как бы случайно, но это и есть именно понимание остаточного риска, что даже человек, который будет безопасно делать, стремится все это делать и выполнять свою работу безопасно, но нет гарантии, допустим, что в него не врежется, допустим, другой автомобиль, и там будет водитель, с которым или что-то случилось, что-то произошло, или там водитель, который осуществляет опасность. Ключевые понятия безопасности жизнедеятельности мы рассмотрим, и они фактически начинаются со слова опасность. Опасность, явление, процесс, объекты, свойства, предметов, угрожающих человеку и способны в определенные условия причинить ущерб его жизни и здоровью. Что мы понимаем под опасными ситуациями? Опасность ситуации – это возможные или реальные явления, события, процессы, способные принести вред человеку в социальной группе, народу, обществу, государству, человеческому сообществу и земле, как месту обитания человека, или даже уничтожить их, нанести ущербы их благополучию, разрушить природные, материальные и духовные ценности. Определение слова «риск». Риск – возможная опасность, неудачи, предпринимаемых действий или сами действия связаны с такой опасностью. Как мы понимаем в безопасности, риск всегда должен быть оправданным, потому что только оправданный риск при тех ситуациях, когда человеку при пожарах надо спуститься, рискуя жизни со второго, ну не со второго, с третьего этажа рискуя. И это сделать максимально безопасно. Но если человек рискует в своей жизни, рискует очень часто неосознанно, я приводил пример с автомобилем, то же самое. Если человек вводит машину, много маневрирует, совершает опасные маневры, но он сам человек этого риска не осознает. И поэтому в нашем понимании безопасности это неосознанный риск. Угроза определения – это опасность на стадии перехода от возможности к действительности, высказанное намерение или демонстрация готовности одних субъектов нанести ущерб другим. Угрозы и опасности всегда указывают на взаимодействие двух сторон. Субъекта, который является источником и носителем опасности, и объекта, на который направлена угроза или опасность. В методологическом плане важно подчеркнуть, что человек, социальная группа, государство и другие компоненты социума одновременно выступают субъектом и объектом социальных опасностей и угроз. И поэтому получается это все действительно взаимосвязи, что объектом, субъектом социальных опасностей и угроз может быть сам человек, может быть общество или же государство. Система человек, социальная среда. Что в данном случае мы понимаем под этой системой? Первый элемент системы это человек, играющий в троякую роль. Является объектом, первое, защиты. Второе, выступает средством обеспечения безопасности. Третье, сам человек может быть источником опасности. Второй элемент системы это общество или социум. Социальный организм, развивающийся по своим специфическим законам. В социуме взаимодействует огромное количество людей, имеющих различные представления об окружающем мире. В результате в отдельных социальных группах создается особая обстановка, которая может влиять на других людей, не входящих в них. Чтобы система человек, социальная среда функционировала эффективно и не угрожала безопасности человека, нужно обеспечить совместимость каждой ее характеристики. Энергетической, информационной, собственно социальной, нравственной, психологической и так далее. Энергетическая совместимость предусматривает согласование деятельности органов управления обществом как социальной системы с оптимальными возможностями в отношении прилагаемых усилий, скорости реакции и точности действий. Энергетические параметры человека имеют определенные границы. Для проведения в действии тех или иных элементов социальной системы иногда требуются очень большие или чрезвычайно малые усилия. И то, и другое плохо. В первом случае человек может уставать, в результате чего могут возникать сбои в управляемой системе. Во втором, может снизиться точность работы системы, так как человек не почувствует ее сопротивление. Информационная совместимость имеет особое значение в обеспечении безопасности. В сложных системах человек обычно непосредственно не управляет социальными процессами. Нередко из-за удаленности на значительные расстояния объекты управления могут находиться вне сферы его восприятия. Но человек пользуется электронными и массовыми средствами информации, общается с другими людьми и получает сведения, помогающие ему управлять самыми сложными общественными процессами. Чтобы обеспечить информационную безопасность, нужно знать особенности восприятия информационных потоков человеком и социумом в целом. Социальная совместимость. Самым непосредственным образом она связана психологическими особенностями человека. Поэтому часто говорят о социально-психологической совместимости, которая особенно ярко проявляется в экстремальных визолированных группах. Знание этих особенностей позволяет лучше понять аналогичные феномены, которые возникают в обычных ситуациях в различных социальных группах. Нравственная совместимость означает, что человек испытывает удовлетворение от общения с другими людьми, нравственного климата в коллективе, процесса трудовой деятельности и так далее. Психологическая совместимость связана с учетом психических особенностей человека. Проблемы безопасности в социальной сфере сегодня невозможно решать только организационно-техническими мерами. Опыт свидетельствует, что в основе социальных опасностей лежат и психологические причины, низкий уровень профессиональной подготовки людей, занимающихся обеспечением безопасности, недостаточное воспитание, слабая установка на соблюдение мер безопасности и так далее. В настоящее время уже сформировалась особая область знаний, именуемая психологией деятельности, которая является одним из разделов безопасности жизнедеятельности. Изучаются психические процессы, свойства личности и особенно подробно различные формы психических состояний, наблюдающиеся у людей в процессе выполнения ими различных видов деятельности. поэтому мы выходим с вами на определение безопасности человека и в широком смысле безопасность человека это состояние полного физического, социального и духовного благополучия, которое определяется внутренними и внешними факторами. Особое место безопасности человека занимает конечно же социальные факторы. Это уровень благополучия, общая культура, обычаи, нравы и так далее. Огромное значение для его безопасности имеет и социально-политическая среда. Поэтому определяя объект безопасности личности закон Российской Федерации о безопасности выделил ее права и свободы. Исходя из этого угрозами безопасности личности выступают лишение жизни, здоровья, дееспособности, насилия, манипулирования, ограничения свободы и прочее. Субъекты безопасности личности государства и его институты, общественные структуры, семья, граждане, все действия должны соответствовать существующим законам и основываться на балансе личности, общества и государства, а также их взаимной ответственности за обеспечение безопасности. Как я вам и говорил, вот, триединое понимание безопасности. это личность, общество и государство. Социальные опасности и что мы понимаем под ними в их определении. Социальными называются опасности, получившие широкое распространение в обществе и угрожающие жизни и здоровью людей. Социальные опасности весьма многочисленны, особенность социальных опасностей состоит в том, что они угрожают большому числу людей. Социальные опасности классифицируют по природе опасности, связанные психическим воздействием на человека. Это шантаж, мошенничество, воровство и других. б опасности, связанные с физическим насилием. Это разбой, бандитизм, террор, изнасилование, заложничество. в опасности, связанные с употреблением веществ, разрушающих организм человека, наркомания, алкоголизм, курение. г опасности, связанные с болезнями, спид, венерические заболевания. д опасности, суицидов. Социальные опасности классифицируются по масштабам событий и подразделяются на локальные, б региональные, в национальные и глобальные. Социальные опасности классифицируются и по полувозрастному признаку различают социальные опасности. Характерные для детей, для молодежи, для женщин, для мужчин, пожилых людей, соответственно, самыми уязвимыми из перечисленных являются, конечно, дети и пожилые люди. Если говорить о статистике людей, которые пропадают на территории Российской Федерации, вот это самые уязвимые две группы, потому что дети и пожилые люди это наиболее уязвимые группы из всех здесь перечисленных. социальные опасности классифицируются четвертые по организации. Социальные опасности могут быть случайными или же преднамеренными. Поэтому мы выходим на определение и понимание чрезвычайной ситуации социального характера. это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате опасного социального явления, которое повлекло или может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей. Самая крайняя форма чрезвычайной ситуации социального характера носит название социальная катастрофа. Социальная катастрофа определения это скачкообразные изменения общества, возникающие в виде внезапного ответа социальной системы на плавное изменение внешних условий с трагическими последствиями, например, революции, вооруженные конфликты, вооруженные конфликты на уровне гражданских войн и так далее. Этапы развития социальной катастрофы, дестабилизация существовавшего раннего плода жизни в отдельном регионе или в стране целой. Этап появления очагов социальных выступлений, этап усиления дестабилизации, увеличения количества участников подобно резонансу. В абсолюте это называется революции, гражданские и межгосударственные войны. Они опустошают отдельные территории и целые страны. Такие чрезвычайные ситуации социального характера наносят тяжелейшие последствия для каждого человека, потому что нарушаются связи, падает качество снабжения людей, в случаях аварий и прочих механизмов выходит из работы системы водоснабжения и хуже начинают работать службы, которые предназначены для того, чтобы защитить человека, например, медицинские и, соответственно, качество жизни людей, которые вовлечены на определенной территории в такую чрезвычайную ситуацию, их значительно падает. И поэтому последствия здесь могут быть достаточно серьезными. Массовые беспорядки. Любое нарушение порядка это есть беспорядок. А если в этом участвует большое количество людей, то это массовый беспорядок. Обязательным условием наступления уголовной ответственности является сопряжение массовых беспорядков с насилием, погромами, поджогами, уничтожением преимущества применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, либо оказание вооруженного сопротивления представителям власти. За законодательством установлены разные меры ответственности для организаторов и участников беспорядков. Также массовые беспорядки могут сопровождаться поступками, которые можно квалифицировать как хулиганство или вандализм. Причины массовых беспорядков могут быть политические, экономические кризисы, культурные, бытовые, комбинированные. В случаях комбинированных это идет взаимодействие одной или нескольких причин, которые мы с вами только что перечислили. Правила поведения во время массовых беспорядков для человека. Не присоединяйтесь к митингующим ради интереса. Узнайте сначала санкционирован митингом за что агитируют выступающие люди. Не вступайте вне зарегистрированные официально организации. Это может повлечь за собой уголовное наказание. Во время беспорядков постарайтесь не попасть в толпу как участников митинга так и зрителей. Спецподразделения будут работать. Можно пострадать. Возьмите с собой документы удостоверяющие личность. Паника. Большинство определений паники связано с проявлением массового страха перед реальной или воображаемой угрозой. Это состояние периодического испуга, ужаса, нарастающих в процессе взаимного заражения ими. Я для примера могу сказать, что человек может воспринимать как положительные эмоции. Например, на футболе, на стадионе, когда забивает гол ваша любимая команда, все начинают кричать, радоваться. Вот эта радость огромная, она передается фактически от человека к человеку. То есть перед телевизором таких же эмоций человек испытать не может. Но, соответственно, если положительные эмоции также легко приходят от одного человека к другому, то, соответственно, и негативные, негативные, и, будем говорить, то, что является для нас испугом, страхом, ужасом, оно также может передаваться при массовом скоплении людей. И, соответственно, представляет действительно, действительную угрозу и опасность. Особенно паникующая толпа. Потому что оказаться на пути, допустим, движения такой паникующей толпы, это реально угроза человеку, что, во-первых, он не сможет идти против толпы. Это одно из правил, когда куда-то бежит или движется толпа, попытаться идти против нее это бесполезно. То есть, соответственно, человек будет, скорее всего, сбит с ног и, соответственно, бегущая толпа может нанести ему серьезные поражения. То есть, обувь, особенно опасные женские каблуки в таких ситуациях. И, поэтому, здесь есть определенные советы, при которых как себя вести человеку при встрече с такой толпой. ну, это, соответственно, уйти сразу влево или там вправо, ближайший какой-то подъезд, даже проезд, ну, и так далее. То есть, можно собраться на невысокий там, киоск, попытаться с помощью там друзей, ну, если вы, конечно, в соответствующей физической подготовке. В конце концов, постучать в окно первого этажа с просьбой, чтобы вам там открыли, допустим, закрытый подъезд и обратиться за помощью, что там толпаем, мне надо укрыться. То есть, ни в коем случае не оказаться на пути вот такой разевенной, возможно, там, толпы еще неизвестно, вооружены они или нет и так далее. И поэтому панику можно классифицировать по масштабам различают индивидуальную панику, то есть, когда индивид находится в таком состоянии, он запаниковал по непонятным причинам. Групповая паника, это когда в группе паникующие от двух до трех сотен человек. И в данном случае, когда мы говорим о массовой панике, это тысяча и более человек. Панику можно классифицировать по глубине охвата, это степень панического заражения сознания. Легкая паника. Задерживается транспорт при спешке, когда человек сохраняет почти полное сообладание или критичность. Средняя паника. Она чаще проявляется при проведении военных операций, при пожаре, при стихийных бедствиях. Характеризуется значительной деформацией сознательных оценок происходящего, снижением критичности, возрастанием страха. Полная паника, это паника с исключением сознания, эффективная, характеризующаяся полной невменяемостью. То есть, в данном случае человек фактически будет действовать, не думая об окружающих, не думая о том, что даже своими действиями он может наносить им реальную или нести реальную угрозу, или наносить серьезный вред. панику можно классифицировать по длительности. Она может быть кратковременной и длится секунды, несколько минут. То есть, это короткий период времени. Достаточно длительный, десятки минут, часы, пролонгированной несколько дней или даже недель. Паника классифицируется. По механизмам формирования выделяют два вида паники. После непосредственного экстремального устрашающего воздействия воспринимаем как смертельная опасность. и второй вариант. После длительного пребывания в состоянии тревоги, ведущего со временем к нервному истощению и фиксации внимания на предмете тревоги. По своим деструктивным последствиям паника бывает. паника без каких-либо материальных последствий и регистрируемых психических нарушений. Паника с разрушениями физическими и выраженными психическими травмами, утратой трудоспособности на непродолжительное время. паника человеческими жертвами, значительными материальными разрушениями, нервными заболеваниями, срывами, с последствиями в виде длительной утраты трудоспособности и инвалидности. Методы борьбы с паникой достаточно разнообразны. Но, как всегда, можно сказать, хватит ли времени на то, чтобы использовать данные средства и данные формы. Например, первое, убеждение, если позволяет время попытаться убедить паникующего или только первое начало создания в группе людей паники, страха, попытаться их убедить. Как говорится, может помочь, а может и не помочь. Второе, категорический приказ, при котором человек берет ответственность на себя и приказывает группе двигаться не в том направлении, в котором решила паникующая толпа, а принимать реально правильное решение в той или иной конкретной ситуации. Третье, информация о несущественности опасности. Четвертое, использование силы, то есть использование силы, например, дается право, вы все знаете, капитанов морских судов, в случае возникновения паники или создания эффекта паникующей толпы, фактически, будем говорить, использовать оружие против паникеров. И пятое, устранение, вот о чем мы и говорим, наиболее злобных паникеров. остановить толпу, которая впадает в панику, значительно легче, начиная с краев, уменьшая группу, насколько это возможно. Вот такие ситуации возникают, конечно, в чрезвычайных ситуациях, когда люди находятся на грани непонимания или понимания правильное понимание того, что им идет угроза их жизни. Поэтому паника и паникующая толпа, и вот мы дошли до определения толпа, скопления людей, не объединенных общностью целей и единой организационно- ролевой структурой, но связанных между собой общим центром внимания и эмоциональном состоянии. признаки толпы это многочисленность, высокая контактность, эмоциональная возбужденность, неорганизованная стихийность, отсутствие общей всеми осознаваемой цели. То есть это люди, которые не являются единым целым, как бы, что свойственно каким-то группам. И поэтому такая толпа будет являться очень достаточно опасной. Особенно при движении. Особенно опасно движение толпы в замкнутых пространствах. Или же будем говорить свойства толпы похожи чем-то на воду. Но есть и одно различие. Если условно говоря толпа в широких местах разливается как вода, то есть она растекается толпа, то в узких местах вода подымается относительно своего уровня, а вот толпа она получается плотно сжимается. И вот здесь в таких ситуациях узких мест наибольшую опасность представляет из себя толпа, потому что такие случаи возникали и происходили, когда в толпе просто-напросто особенно в опасных местах, а в толпе самые опасные места это с краев этой толпы, особенно при движении, потому что любой выступ, любой предмет торчащий или ручка дверей например входной двери на стене будет представлять реальную угрозу для человека, которого толпа возьмет и надавит и он получится будет плотно двигаться по этой стенке, то есть у него не будет возможности фактически обойти или обогнуть выступающий предмет, который может нанести серьезные поражения. Поэтому одно из правил движения в толпе стараться быть в экваторе или в центре этой толпы, то есть двигаться ни в коем случае из краев, потому что это может представлять для человеку опасность и соответственно есть определенные правила для мужчин касается, что надо снять галстук, застегнуть плотно плотно допустим плащ или куртку. Дальше для женщин рекомендуется конечно обломать прежде чем двинуться в толпу каблуки, которые представляют реальную угрозу того, что человек может упасть и это очень опасно, особенно при том, что через упавшего человека пройдет целая толпа людей не сознающих, что не видящих, что там внизу упал человек а почему? потому что те, кто будут двигаться и сзади будут подпирать другие поэтому вот такая неуправляемая толпа для упавшего человека представляет просто смертельную угрозу и как мы посмотрели по всем этим признакам виды толпы простая оказиональная толпа связанная любопытством к неожиданно возникшему происшествию дорожная авария пожар и так далее то есть там сразу где бы не произошла какая-либо ситуация появляется вот такая простая конвенциональная связанная с интересом к какому-либо заранее объявленному массовому развлечению то есть это собирается для того чтобы с интересом именно посмотреть на это массового развлечения экспрессивное совместно выражающее общее отношение к какому-либо событию радость энтузиазм возмущение протест и так далее и действующее которое включает следующий подвид спасающаяся толпа стержательская и агрессивная по степени активности толпы делятся на пассивное активное агрессивное правило в толпе эти правила заключаются в рекомендациях что нельзя поддаваться общему психозу стремиться спасаться любой ценой не следует слепо подчиняться мнению толпы сколь бы верным оно ни казалось нужно принимать самостоятельные решения не рекомендуется высказывать или каким-либо образом проявлять свое несогласие с мнением и действием толпы как одна из рекомендаций того что толпа особенно если она агрессивна она может в общем-то в данном случае человеку который это несогласие проявил проявить свою агрессию и выбросить ее на него если человек находитесь в большой группе людей обязательно выполняйте следующие правила не берите с собой острые колющие режущие предметы не надевайте галстук и шарф почему советуют не надевать галстук и шарф потому что если где-то галстук и шарф зацепится и фактически будем говорить будет представлять уже смертельную угрозу для человека поэтому они снимаются сразу же бесповоротно лучше не брать сумок папок которые будут мешать желательно надеть обувь без шнурков ну шнурки должны быть тут в определенной степени без шнурков но если человек отправляется в толпу то лучше конечно шнурки завязать не просто там на банки на реальные узлы для того чтобы вы поймите если развязался шнурок и в толпе человеку наступили на развязавшийся шнурок это уже есть риск того что человек может упасть и это будет представлять для него опасность одежда из крепкой ткани нужно застегнуть ее на все пуговицы молнии чтобы она плотно облегала фигуру старайтесь находиться непосредственно в близости от выходов из мест большого скопления людей располагаться с краю очень опасно о чем я чуть подробнее вам рассказал возьмите с собой документы удостоверяющие личность ну давайте говорить так если нет явных угроз человеку не надо отправляться особенно в паникующую толпу но если только он понимает что другого пути нет то в данном случае человек должен двигаться как самостоятельно и здесь есть тоже определенное правило при котором руки необходимо держать перед собой то есть закрывая грудную клетку ни в коем случае не поднимать их или не опускать руки полностью если вы полностью опустите руки и потом произойдет как мы говорим именно спрессовывание толпы то в данном случае вы не сможете руки больше поднять и поэтому самая оптимальная позиция для рук находится вот примерно перед грудью защищая от того чтобы во-первых ваша грудь могла дышать и вам от этого было более-менее комфортно действия при приближении уличной толпы следует быстро уйти в боковые улицы или переулки можно зайти в ближайший подъезд попросить убежища у жильцов можно подняться на чердак на крышу дома и переждать беспорядки там можно забраться на козырек капитального строения другое устойчивое воздушность подвал поблизости троллейбусом тяжелым автомобилем и так далее нельзя убегать от толпы в сторону ее движения и в неизвестной переулке так как это во-первых может спровоцировать погоню а во-вторых привести в тупик где толпа вас достигнет в-третьих вы можете оказаться между толпой и силами правопорядка пострадать от тех и от других в движущейся толпе необходимо избегать мест соприкосновения толпы со строениями особенно с витринами заграждениями водосточными трубами следует плыть в одном направлении стараясь устоять на ногах но опять же общие рекомендуции снять шарфы галстуки цепочки очки затянуть пояса ремни крепко завязать шнурки на узлы нельзя пытаться оказывать сопротивление движению толпы приближаться к неподвижным предметам тем более хвататься за них ни в коем случае нельзя не нагибаться поправлять тюбов поднимать вещи это может привести к падению что в толпе равносильно смерть упав в толпе попытайтесь немедленно подняться постарайтесь встать на подошвы и подошвы или на носки а затем резко оттолкнувшись по ходу движения от толпы как бы выныриваете хватаясь за впереди находящихся людей руками как бы это ни звучало о том что вы будете вот хвататься за других людей но другого варианта подняться у человека нет и никакие возможности пережду перележу неприемлемой здесь надо сразу же мгновенно подниматься по ходу движения толпы первая психологическая помощь пострадавшим это то что после той или иной чрезвычайной ситуации в социальном характере оказываются люди и в том числе она оказывается и после техногенных аварий природных чрезвычайных ситуациях и в чем она заключена это комплекс мер простейшего психологического воздействия на пострадавшего с целью снижения негативного воздействия физических психологических факторов происшествия переживаний связанных с осознанием происходящего необходимость оказания первой психологической помощи вызвана тем что избыточный стресс при экстремальной ситуации может вызвать острые реакции рыдания истерику нервный озноб дрожь ступор гнев агрессию реакцию бегства и другие реакции которые требуют экстренной помощи панику на месте чрезвычайных ситуаций посттравматические расстройства здоровья у пострадавших то есть вот источниками что может быть избыточного стресса это окружающая обстановка жара холод темнота яркий свет крики телесные страдания последствия полученных травм неготовность к преодолению стресса возникающие проблемы с питанием и социально психологические факторы значимость потерь негативные мысли эмоции чувства вина гнев отчаяние стыд страх пострадавшего могут волновать тяжесть полученных повреждений шансы на выживание использование спасателей непонятных для пострадавших терминологии равнодушие безразличия окружающих в отношении пострадавшего или чувство что его обманывают суетливость чрезмерное эмоциональное возбуждение окружающих небрежность в действиях спасающих упреки комментарии по поводу степени виновности пострадавшего или водителя например в ДТП неблагоприятные прогнозы методы психологического воздействия на пострадавшего могут быть различными эмоциональная поддержка это атмосфера доверия понимания заинтересованности активное общение с пострадавшим с использованием словесных и словесных средств воздействия успокоение расслабление пострадавшего повышение у него чувства самоконтроля уверенности в себе словес негербально объяснение убеждения внушения переключения внимания пострадавшего поддерживайте зрительный контакт с пострадавшим давайте обратную связь на высказывание пострадавшего киванием да нет дайте возможность пострадавшему излить выразить свои эмоции чувства переживания побуждайте высказыванием о себе например чем занимались что делали что вы думаете информируйте пострадавшего о ваших действиях в предстоящих манипуляциях несловесные невербальные подходите к пострадавшему спереди работайте на уровне лица пострадавшего перед лежащим присядьте создайте по возможности комфортные условия обеспечьте чувство опоры прикосновения должны быть легкими аккуратными бережными держите пострадавшего за руку за плечо контакт с головой или другими частями тела не рекомендуется в ходе нашего занятия использовалась следующая литература спасибо за внимание литература